друзья вы должны это видеть это просто вообще шедевр можно только смотреть и молчать в общем суть в чем они вот эту часть опять залили бетоном накрыли пленкой положили типа чтобы не улетела пленкой не намокла и теперь они занимаются второй половиной крыши то есть тоже кроет ее ним утеплителем потом вторым потом третьим сейчас это все в спешке делается там столько народу на крыше вот и потом снова будет класс стяжка или как это называется с проволоки и потом заливаться снова бетоном юмор вообще юмор посмотрим что будет после выходных итак друзья коротенькое мнение по поводу не молока хочу сказать значит попробовала я все четыре вот эти два мне понравились больше всего они имеют вкус они ну как сказать имеют вкус этот ванильный шоколадный понятно эти два классические они не имеют привкуса то есть свой естественный но вот эти два скажем так это лайтовый до вариант этот более более насыщенный вкус имеет естественный свой овсяный и вот эти два конкретно напомнили мне такой вкус из детства прям вот я долго думала вспоминала что же мне вот этот вкус напоминает в общем в итоге я поняла что напоминает этот вкус мне соответственно овсяную кашу которую давали в далеком-далеком прошлом еще в детском саду но не простая овсяная каша а из такого грубого овса с кожурой с чешуйками вот этими очищенными да это мое такое яркое воспоминание с детства вот так вот эти два они мне напомнили эту кашу вот такой обычный классический вкус овсянки ничего такого то есть если вы не любите овсянку вряд ли вам понравятся вот эти два варианта то есть просто классическая овсянка овсяный вкус соответственно 32 там более насыщенный вкус полтора процента он более такой легкий почти незаметный шоколадное самый вкусный из всех из этих четырех который мне понравился и как выяснилось по составу он самый полезный и так состав покажу чуть попозже вот эти три стоили по 25 вот этот стоил 50 но это не совсем молоко это десерт и он в принципе густой и больше похож то есть вот здесь написано вместо заварного крема да он прям идеально похож на заварной крем ванильный он очень вкусный и в принципе да его можно подавать так же вот как нарисовано в бокальчике там с ложечкой украсить как-то основа у него опять же овсянка но вкус потрясающий очень вкусные но стоит 50 рублей и теперь хочу показать состав потому что чуть-чуть он отличается и как выяснилось у шоколадного он самый натуральный и самый правильный вот вы можете сравнить состав да и посмотреть сделать паузу поставить на паузу посмотреть что в принципе сделаю поближе для сравнения в принципе разница небольшая то есть где то есть как он называется витамин а витамин b есть везде где-то соль ядированная где просто соль где то есть карбонат кальция где-то его нету где то есть фосфат кальция фосфат калия в общем то небольшие разницы есть вот и сравниться шоколадным где в общем то есть только кальций калий и витамин b единственная аномалия да ну немножко сахара и какао порошок но сахара извините не на первом месте вот в общем то а вот во вся в ванильном овсяном десерте как видите здесь еще есть эмульгатор е 471 и загуститель так что имейте ввиду на мой взгляд самый натуральный это шоколадный вот в принципе если вы не любите овсянку то вот эти два не советую потому что ярко выраженный вкус а вот эти два очень даже советую попробовать может быть вот шоколадный еще как бы ну непонятно будет вкус а вот здесь вот этот вы вообще не поймете что это овсяный десерт это вот прям натурально вкусный ванильный такой крем так что так такой отзыв увидимся чуть позже привет у нас новый день но я думаю что этим видео сегодняшнем сейчас завершу влог этот очень такой странный коротенький но не важно просто погода сейчас такая мерзкая и совершенно не хочется ничего снимать да и времени честно говоря нету такой экскурс связи с работой то есть мне передвинули время я раньше приходила к 8 сейчас к 9 и уходила раньше с работы рано то есть я домой приходила где-то в 5 5 15 сейчас я давай прихожу к 7 вот сейчас пол седьмого потому что я ехал на маршрутке вот но дождь льет короче говоря в общем связи с этим я ничего не успеваем совершенно мне кучу всего надо отснять куча посылок пришла пришла пришел товар на обзор который я не могу отснять потому что просто некогда с утра темно вечером приходишь тоже темно нужно выбрать ракурс нужно записать отдельный звук записать отдельную картинку общем это все очень такое мучительно и вот я хотела чего сегодня вам сказать сейчас обходила огромную лужу которая заполнила собой наверно весь район наш и я наверно где-то минут 15-20 точно обходила ее кругом потому что я никак не могла перейти на ту сторону этой лужи чтобы попасть собственно домой и вот как какими только словами я не покрывала не вспоминала тех людей которые кладут у нас асфальт сток который водосток он находится в конце улицы это единственный на всю внутреннюю улицу дворовую мне я вот когда училась в институте мне наш преподаватель вот я на всю жизнь это запомнила ой я вас загораживала извиняюсь в общем мой преподаватель по ландшафтному дизайну она мне ну не только мне вот всем нам студентам постоянно повторяла одну фразу и я вот эту фразу на всю жизнь запомнила и вот все время вот когда иду по дорожкам всегда эту фразу вспоминаю она всегда говорила дорожки запомните дорогие мои дорожки надо делать не там где красиво а там где ходят вот и порой идешь как бы вот тебе хочется вот прям интуитивно хочется пройти вот так вот а ты ну там срезать да ты не можешь пройти потому что там вскопанный газон и вот и даже в парках и не только в парках и в городе очень много так делают какие-то красивые извилистые дорожки по которым никто не ходит яркий пример в москве если кто-то ну на этот район на между семеновской электрозаводской там есть парк такой сквер и парк сквер бывшее кладбище где 50 трамвай ходит ну скажем так с с кирпичной улице на короче от кирпичной улице налево то в общем вы должны знать там где церковь стоит там раньше было кладбище и после этого сделали там скверик и там поз раньше там были просто песочные дорожки по которому все ходили где хотят а после реконструкции там выложили плиткой дорожки и сделали их какими-то зельтами красивыми но люди как ходили вот по такой вот там где им нужно да вот кто-то срезает путь от остановки до остановки кто-то идет пешком и ему тоже так удобнее допустим пройти к тем же трамваям которые по кирпичной ходят вот но дорожки стоят дорожками а люди ходят там где всегда ходили влаживаю я сегодня просто такие эмоции отрицательные в жизни таких больше никогда не получала наверно как вот по дорожкам пройдешься которые непонятно кто делал и по какому проекту вообще блин вот дорожки это прям вот есть у нас дороги дураки а еще есть дорожки и еще дураки которые делают так на этой уставшие ноте позитивные позитивные но я просто работы до пришла и вся промокла вот телефон вот еще к слову зазвонил телефон городской вот за что я ненавижу городской телефон за две вещи за спам и за иногда такие звонки поступают что допустим берешь трубку а там музыка играет то есть он собака мне позвонил а я должна ждать я вообще офигеваю от таких людей такой какой-то негативный получился негативное завершение бога но уж такая жизнь до промокшая холодная и надоедливые всякие придурки звонят он напишите мне кстати у вас есть городской телефон пользуетесь ли вы им или вы его отключили вообще имеет ли он смысл как вот ваш взгляд на это дело потому что по мне так городского телефона одни убытки ты за него вроде как платишь фиксированную стоимость а по факту им не пользуешься вообще его надо исключить из этой самой из коммунальных услуг в общем подписывайтесь кто не подписан кстати народ прибавляется я смотрю мы так плавненько приближаемся все-таки к заветной циферке в 500 подписчиков напоминаю что как только стукнет 500 будет конкурс стартанет сколько он будет длиться я пока не знаю пока я это не планировала еще так вот прям капитальным вот на то что он стартанет это точно одним из призов будет книга какая книга я ссылочку оставлю под видео посмотрите просто уже я наговорила на очень большое количество минут вот и в общем поэтому подписывайтесь кто не подписан и кто новенькие присоединились если вдруг какие-то вопросы ко мне хотите познакомиться там что-то узнать обо мне какие-то вопросы появляются то задавайте их от видео в комментариях под любым видео может быть какие-то там мысли пожелания общем пишите я только рада и увидимся с вами следующих видео не скучайте вот и кстати не договорила что сейчас связи с работой то есть не прям вот вот вообще некогда я никак не могу влиться распорядок дня вот и заказала себе новый ежедневник придет еще помню помню вы вы просили давно но я старый забросила ежедневник и там но он большой и неудобно сейчас мне чтобы таскать его с собой там много аспектов и у нас просто рисунку большой нельзя брать и очень кучу всего вот поэтому мне нужен маленький ежедневник я заказала вот и покажу вам как я его виду обязательно потому что давно просите и мне просто вообще не до этого было вот и сейчас немножко видео так сказать у меня застряли то есть я буду стараться конечно у меня раньше где-то два-три видео в неделю было сейчас получается где-то одно ну пока вот я вливаюсь пока будет одно видео в неделю может быть если будет получаться буду чаще делать но пока вот не получается не как со съемкой очень неудобно все время темно еще этот самый lightbox никак я не доделаю не до сниму вот в общем ладно болтать я могу вечно так что подписывайтесь кто не подписан участвуйте в конкурсе мужик него приближаемся осталось чуть-чуть и кстати говоря тоже наверное ближайшее время может быть ближайшую неделю-две на моем творческом инстаграме тоже будет маленький конкурс там все достаточно просто можно будет разобраться по описанию вот в общем ладно болтать я могу вечно увидимся с вами в следующих видео надеюсь что получится почаще снимать скучаю по всем буду стараться появляться почаще знаю вы тоже скучаете потому что пишите мне об этом в общем ладно увидимся итак друзья бонус для тех кто досмотрел до конца забыл совсем сказать в инстаграме сейчас проходит огромный giveaway или как он там называется giveaway розыгрыш в общем постараюсь оставить ссылочку под видео тоже проходите вообще он нигде никак не рекламируется как я поняла но так как я в нем тоже участвую решила почему моим подписчикам моим зрителям да не попытать счастье и удачу вдруг кто-то что-то выиграет там просто класснючие призы во первых главный приз это большая сумма денег потом также разыгрывается вторым так сказать призом бытовая техника причем не просто там одна какая-то штука там порядка 10 призов разных вот и также каждый день проходят такие мини-конкурсы на лайки и комментарии во время которых тоже можно выиграть небольшую денежку ну там где-то порядка 1000 полторы тысячи вот и пройдет он до 13 октября вот так что октябрь же у нас сейчас до 13 включительно так что участвуйте обязательно ссылочку найдете под видео в описании под словом конкурс так что подписывайтесь и участвуйте прессы действительно крутые а Продолжение следует...